Привет, я Арсен Баянов и это мой проект на 365.info Привет, друзья! Сегодня у нас в гостях Айдос Сагат Композитор, продюсер и вообще классный парень И, ну главное, он основатель великолепной знаменитой группы Уркер И по нашей уже устоявшейся традиции попрошу сыграть Айдоса первую песню или композицию Айдос Сагат Айдос Сагат Аппэк Айдос Сагат 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 Балеты, симфонии и все такое, а вот народ, скажем так, знает его по вот этой песне, которых он написал, кстати, не так уж много, он их написал там 3-4 всего песни, это несерьезно он к этому относится. Не, ну почему, она такая, я работал в ресторане, нам ее заказывали, и мы с нее и начинали. Она до сих пор звучит, каждый год там на День города. Это хит своего рода, а что ли? Это хит, безусловный хит, и более того, мы сделали свою версию этой песни, уркеровскую кавер, она продолжает звучать в наших концертах, мы постоянно ее исполняем, как некую дань вот любимому городу, вообще к тому периоду, это начало 70-х, в 73-м году была написана эта песня. И что концерт ваш, который вы, когда начали первый концерт, как он прошел? А, ну значит, понятно, что никто нас не знал, группу не знал, и народ собирался следующим образом, по Узумкалаху, так сказать, передавая из уст в уста, что вот какая-то новая группа, такие странные ребята, все городские, при этом поют на казахском, играют какой-то такой арт-рок вообще, непонятный какой-то. Мы в то время болели, там, Эмерсон Лейб Пальмер, ЕС там, да, ЕС, вот такое все, там, ну, Пин Флойд, само собой, значит, я наслушался вот этого Эмерсон, а я же, типа, конечно, пианист же, позвоняю, ручки-то позволяют все это сыграть, и вот такое. И поэтому первые наши эксперименты, они были такие страшно растянутые композиции, в основном инструментальные. Ну, как Эмерсон, у них же долго на одну сторону. Мало пения, много игры, всяких соло там. Ну, это интересно. Да, и длинные были, и тексты были, поскольку тогда мы еще с поэтами не очень дружили, не знали никого, и поэтому я брал, значит, тексты Шакарима, тексты Макжана Жумабаева, Мукагали Махатай, а тогда это только открылось. Шакарим и Макжан, они же были закрытые. Как бы закрытые, и вот только первые книжки начали издавать, и я за это схватился, потому что я понял, что это целый клад вообще, там столько идей, столько мыслей можно найти, и это вот наше, это казахское, да, то есть, и при этом тематика, там много философии, и я понимал, что это не может быть просто попса, да, какая-то там, это какая-то такая должна быть музыка, вот, которую мы как раз любили. Вот, ну, понятно, что да, зал собрался, битком, в основном, конечно, наши знакомые, там, концерт прошел на ура, мы гремели очень громко, я помню, что для такого маленького зала это, наверное, было даже слишком громко, было очень много вопросов, я так понимаю, что аудитория разделилась ровно пополам, так сказать, одни нам пророчили долгое будущее, и не ошиблись, а другие сказали, ребята, вы год не протянете вот с тем, что вы делаете, это вообще никуда, ну, вот, слава богу, та часть аудитории ошиблась, и вот уже 26 лет, как группа есть, работает, и фу-фу, да. А вот, кстати, я перед тем, как мы с вами встретились сегодня, я вот тут читал всякие интервью о вас, там, в Википедии всякие, там написано, что там написано, что только, что вы основатель, и как бы вот, и все, то есть можно сказать, что уркер это вы, или кто-то там еще руку приложил? Ну, конечно, нет, группа, это всегда энергия нескольких людей, группа была вообще, создавалась мной и Би-Борисом Джуманиазовым, это, если вы слышали, это сын композитора Джуманиазова, мы с ним были соседи, мы жили в одном подъезде, в этом доме, да, он жил на пятом, я на третьем, соответственно, мы пересекались. Известный дом. Он играл на гитаре, он купил гитару, учился играть, мы были оба фанатами, там, Лид Зеппелин и прочее, прочее, и у нас, а я играл, вот, и что-то мы друг к другу в гости постоянно ходим, то я к нему, то он ко мне, пьем чай, играем, музицируем, значит, снимаем, там, Битлов, ну, как водится. А поскольку мы оба с ним были уже, я там, баситовец, он жубановец, то есть грамотные ребята, для нас это, в общем-то, не стоило больших трудов, и мы фанатели от этой музыки, я говорю, а что мы с тобой в сухую собираемся? Давай свою музыку играть. Ну, то есть правильно. То есть, что, говорю, мы время теряем, я могу попробовать что-то сочинять, ты гитарист, ты мне поможешь с гитарными партиями, ты что-то сочинишь, сыграем твою, какая разница, давай что-то делать, и получилось, я там накропал пару каких-то новых песен, опять же, посоветовавшись с отцом, он мне подсунул этого Махатаева, сборник, я выбрал какие-то там стихи, что-то там подсократил, что-то оставил, значит, ну, чтобы это песенно было, значит. И вот первые пару песен мы с ним стали, я говорю, ну, здорово, слушай, у нас что-то есть, нам нужны, значит, теперь, так, басисты и барабанщики, ты кого-нибудь знаешь, но он что-то там стал спрашивать, и появился, значит, Даурен, Даурен Сыздыков, который, в общем-то, и остался потом в первом основном составе, он оказался басистом и певцом довольно красивым. Он сейчас, по-моему, где-то отдельно... Приятным тембром, нет, он, ну, потом, когда он ушел из группы, он стал играть в кавер-группах, пытался что-то делать сольно, как-то ничего-то не пошло, и вот в результате он эмигрировал в Россию, живет сейчас в Петербурге, насколько мне известно. Музыкой занимается? Насколько я знаю, нет. Ну, понятно. Мы его приглашали пару лет назад на свой юбилейный концерт во дворце, он не смог приехать, а мы хотели, ну, как-то, сделать общий какой-то выход, хотя бы на одну песню. И потом, гораздо позднее, к нам присоединился барабанщик Нурлан Сейл, который не был нисколько профессиональным музыкантом, но он был самоучка, ну, достаточно такой усидчивый самоучка, который колотил в барабан, и так что, прям перепонки лопались. Он был фанат Джона Боннема и его стиля, значит, он тренировался дома, брал в руки вот эти, ухта, уже есть, да, чтобы качать, значит, мышцу себе, и вот у него был совершенно ужасающий удар. Ну, у Джона Боннема еще и кличка была, соответственно, зверь там, по-моему, или животное, что-то. Бист, да, Бонза. Вот, и поэтому вот такой был состав. А название вот как? Кстати, вот как вы переведете название? А что вы переводите? Это переводится как «Созвездие Плеят». Ну, великолепное название, да? Да, по-моему, тоже большой смысл, ну, по крайней мере, сейчас мы уже, честно говоря, не обращаем на это никакого внимания. Ну, мне очень нравится название. И тогда я просто, честно говоря, ходя по дому, увидел на полке книгу Абиши Кикельбаева, сборник его произведений под названием «Уркер», под общим названием, это несколько там у него рассказов, романов было. Который я читал, мне очень нравилось то, что он пишет, его творчество нравилось. Я подумал, боже, классное название, дай-ка я его, ну, использую. И все. Это потом уже, когда мы открыли это слово. Казахстану появились всевозможные компании, кафе, рестораны, жилые комплексы и премии Акиматов. Это было довольно забавно. Да. Это, кстати, вот у меня такой был вопрос, раз вы уже эту тему подняли. Вот я прочитал, что в сентябре 2010 года группа подала в суд на сеть супермаркетов за незаконное использование их песен. Ой, почему-то это первая статья, которая появляется в гугле, когда набирают. Да, и вы попросили за моральный ущерб 7,5 миллионов. Я уже даже не помню, какие-то были. А что это за история просто? Ну, вы правильно, в принципе, сделали? Да, там была довольно грубая. Ну, мы же страна пиратская, к сожалению. К сожалению, да. До сих пор, да. И просто иногда это делается настолько грубо и безграмотно, что иногда нужно указывать на это и создавать прецеденты. Дело было совершенно не в деньгах, а в том, чтобы создать некий прецедент, показать, что любая музыка и песня, она не просто существует в воздухе, да, она принадлежит кому-то. Да, имеет авторов. Да, имеет авторов, есть какие-то люди. А там был совершенно откровенный случай использования песни «Наурыз» в коммерческой совершенно рекламе. То есть, там было примерно такого типа ролик, значит, скидки грандиозные на мясо-колбасу, что-то такое, к «Наурызу», пред «Наурызной» скидки. Ну, то есть, это явно коммерческий ролик, то есть, люди явно зарабатывают деньги. Понятно, да? Не, ну, правильно вы сделали. Это не благотворительность никакая, там, скажите. Ну, даже если так, нам никто ни разу не позвонил, не написал, не спросил, а что вы думаете, а можно ли? Ну, то есть, людям вообще не пришло это даже в голову. Ну, соответственно, так сказать, мы вынуждены были отреагировать, да, был какой-то, причем они до последнего почему-то отказывались как-то. Мы сначала же вышли на, собственно, нарушителей, да, ребята, вы как-то собираетесь что-то по этому поводу делать? Они сделали вид, что, ну, как-то нет, что песня вроде как народное ощутление. Мы сказали, ну, это нам очень приятно, что вы так думаете, но... А, нет, была попытка сделать вид, что они популяризируют наше творчество таким образом. Мы сказали, ну, не нуждаемся, к счастью, в подобной реализации. Да, был суд, там сильно урезали сумму наших претензий, факт, да, нам выплатили вот эту сумму, и потом, после этого, очень многие артисты задумались над своими правами, стали обращаться к юристам, и я знаю, что... У меня так же происходит из книг, ну, ладно. Ну, тогда у нас уже, так сказать, третья вещь, ой, вернее, вторая вещь, давай. А, ну, пожалуйста. Да, да, да. Может, она одна в небе звезды рассыпать ночами? Это она ведет через грозы, и солнце включает, где от холода отогреться зимой. Знает лишь одна, то, что рядом со мной. С нею сбываться вдруг перестали приметы ненастья. Ангелы встали в круг и шептали про вечность, про счастье. Как в пыли и дороге оставаться святой, знает лишь одна, то, что рядом со мной. Она мой рассвет и надежда в сердце моем. А на мой секрет, две дороги сошлись в мире большом. Я честно говоря, слова запят. Эй, она мой рассвет и надежда в сердце моем. Она мой секрет, две дороги сошлись в мире большом. Она мой рассвет и надежда в сердце моем. Она мой рассвет и надежда в сердце моем. Классно, классно. Я опять, ну что поделать, читаю в интернете музыку к фильмам. Вот это же интересно. Это уже Уркер или это вы лично? Ну это уже я. Как-то так сложилось, что там один режиссер обратился, другой. На самом деле, не так много я написал в кино, но вот эти фильмы становились потом лауреатами. Вас назвали лучшим композитором на российском кинофоруме, да? Да, был такой форум в Москве, там «Золотой Витязь» и что-то такое. Вам прислали что-нибудь? Да, мне какой-то там прислали. А вот фильм, музыку к фильмам на ТВ, сериал, художественный фильм «Уралман». Это вообще фильм, который относительно новый, ему пару лет всего, который собрал там… Да-да-да, какие-то призы. Кучу всего, кучу каких-то гран-при по всему миру. Что к 10-15 это было настолько неожиданно и приятно, что я какой-то свой кирпичик внес, так сказать, в этот проект. Было очень приятно работать, Сабин Курмамбеков, вот режиссер, причем это его дебют в кино, представляете? Ну так бывает, что… Он уже достаточно взрослый человек, который всю жизнь проработал в кино как художник, и тут решил снять свою историю как режиссер. И вот такая удача, представляете? Да, у нас он как водится, как-то так незаметно прошел. Был прокат, я знаю, я был на какой-то там премьере. Ну, как большинство наших фильмов, он был малобюджетный, и поэтому у них не было средств на какие-то там палитры музыкальные, да, оркестры и прочее, поэтому мне пришлось там, скажем, партию Домбры сыграть самому. Вот это интересно. На флейте сыграть самому. Ну, и какие-то вот эти вот, какие-то живые звуки, которые мне хотелось очень там слышать. По-моему, там есть чуть-чуть хобы тоже пришлось. Ну, как мог, я вот извлекал какие-то звуки. Ну, это интересно. Потому что киномузыка, она позволяет добиваться каких-то, какого-то большого эффекта. У вас на своей студии где-то записаны? Нет, у меня нет своей студии, я работаю дома, но потом, конечно, когда нужно доводить все до ума, ты идешь в нормальную студию, там, что-то там предоставил казахвилим, если не ошибаюсь. Вот, и мы сделали. Я вот знаю, что тоже опять, вот это вот, что за международный проект No Mad Karma? Это тоже уже не совсем нынешнее время, если честно, потому что… 2015 год сравнительно свежий, да? Ну, да, но для меня это уже, честно говоря… Что там, британцы, там, какой-то гитаристы? В 2017 году концерт, я прочитал. Ну, история тоже достаточно такая… Из биджейс какой-то гитарист. И авантюрная, да. Значит, в 2008 году, когда мы с Руркером выступали в Лондоне, в клубе Ministry of Sound, кстати, вот, там, легендарном, я познакомился с продюсером, с британским Престоном Хейманом, который оказался таким достаточно известным сессионным перкуссионистом, барабанщиком, который в свое время играл в группе Atomic Rooster, Ну, это знаменитая группа. Который сотрудничал, значит, три мировых турнец Кейт Буш, отыграл, который звучит на записях у Пола Маккартни, есть такая песня… Медленно, да… Да, вот он там играет на Бонгах, например, да, в клипе он там в клипе даже есть. Да, да. Он играл с Эмма Бантом. Он играл с Терренс Тренд Арбей и Спойс Геозов. В клипе тоже есть. Ну, короче, со множеством масс. И он предложил, да ребят, у вас таки классная музыка, жалко, что она не на английском Я считаю, что она вполне могла звучать бы на английском Мы сказали, да окей, давай обменяемся там этими Мы вообще не придали никакого значения, если честно Подошел к этому старичок И мы на пару лет забыли об этом вообще, обо всем Потом списались, потому что непонятно было, как Ну да, вы тут, а не там Надо же понять, как, нет, даже не в этом Нужна была чисто музыкальная концепция этого всего Потому что я понимал, что это будет И мы много пытались, обжигались, пробовали Я пробовал петь сам, пробовал петь тогдашний наш второй певец Нурлан там, Албан там И так далее, так далее Мы так и сяк Потом мы пришли к выводу, что нет, это все не то, это все не так И в конце концов, так сказать, как говорится, чтобы сократить всю эту историю Мы пришли к тому, что петь будет текстовик Сай, Дэвид Сай Который еще оказался родственником Эми Уэйхаус И сыном знаменитого певца, у них там, по крайней мере, Фрэнки Вона Прогуглите, Фрэнки Вон, это актер и певец, который снимался в одном фильме с Мерлин Монро Есть у них дуэт в спальне, Let's Talk About Love называется Он поет с Мерлин Монро, то есть это глыба совершенно Совершенно большой голливудский человек А что с проектом-то? Вот, и значит, мы записали альбом Музыка моя, кое-что, это старые переделанные рокерские вещи, кое-что новое Продюсировал Престон, поет Сай Куча шикарных сессионных музыкантов В частности, басистом был Фил Сполдинг Который звучит на первом альбоме Робби Уильямса И танцевальный ремикс на песню Который сейчас, кстати, играет в группе The Who Фил, сейчас он на гастролях с ними находится Буквально сегодня в Фейсбуке я увидел его фотографии Ну, с этими стариками двумя, с Даунтри и Таншина Вот, то есть вот такие ребята И мы выбрали потрясающую совершенно студию Это был тоже акт такой вот Культурный акт для меня Это записаться в студии Рокфилд Которая находится в Уэлсе Ей уже 70 лет Легендарная студия Это студия, в которой была записана богемская рапсодия Я играл на том самом рояле Где вот эта мама, пимпа Вот этот Базендорфер там стоит до сих пор Для меня, говорит, эти люди все, они как будто Вот, у меня такое чувство, что Фредди сейчас из-за коридора выйдет с бутылкой А чем закончилось? Вот концерт? Да, значит, да, в конце концов танцевальный микс на песню 27 Он попал в чарты на 11 место На 11 место В Music Week Commercial Pop Charts Music Week Британский Где там На тот момент, по крайней мере, не сколько Не было ни одного артиста Не только С Казахстана, я уже не говорю Но и с СНГ Вообще со всего Террио Там была Бритни, там была Риана Вот, и так далее Какое-то количество там недель мы простояли Вот Что, ну, по их меркам это считается что-то такое Да, ну, потом, значит Мне интересно Какой-то выхлоп, кроме вот этого, так сказать Самоуспокоения Кайф получить Были какие-то, ну, заработки с этого или как? Просто интересно же Я получаю иногда неплохие авторские За звучание Ух ты Песни в эфире Нет, ну Там пара вещей играется на BBC Ну, великолепно, что То же, то есть Не просто так Мы не нефть только А еще и Наша мягкая сила Там, будем так говорить Где-то Ну, это, вы знаете К этому вообще не надо Вообще Я понял для себя Что Ни к чему в шоу-бизнесе нельзя относиться Серьезно Вообще К самому жанру К культурному жанру Шоу-бизнес Нельзя относиться Серьезно В принципе Я уже не говорю Что мне надо К себе Относиться Серьезно Вот Это все так Несмотря на все Вот это Пока В это не включены Какие-то Оголтелые Совершенно деньги Серьезные Начиная от Миллиона Там Долларов Если не больше Это все Да Это все На одном Энтузиазме Это не может А я начинал С того, что я вкладывал Свои деньги И деньги Там одного-двух меценатов Которые мне Друзей Которые мне просто помогли Вот Вы считаете это удачным? Альбом Этот клип Это опыт удачный Будет ли какое-нибудь потом Продолжение? Как вы думаете? Мы посмотрим Мы вот Это, честно говоря Это все в таком режиме Вяло текущем происходит Самое, так сказать Большое событие Которое вот с тех пор Произошло с этим проектом Это Наше большое шоу на экспо Да, вот да В семнадцатом году В котором были Живое выступление Были вовлечены Большие силы Там И, так сказать Большая сцена Большая публика Большие Большие эффекты И полгода подготовки Это было эксклюзивно Сделано Именно для экспо Какой фильм не снимали? Может быть Ну, есть там Небольшие футаджи у нас На ютюбе И так далее Вот Но, как водится Это быстро все забывается же Вот Нужно что-то делать дальше Так, а вот Сейчас что? Уркер, да У нас весь прошлый год был Достаточно лихой И веселый Большое количество концертов Клубных Зальных Вот И Какое-то такое Второе дыхание Сейчас обретается Мы, так сказать Одни из яростных Культиваторов Живого звука Ну, живой звук В Казахстане И принципиально Делаем это Можем себе позволить Скажем так Это сейчас И Призываем К этому Всех И мы видим Что Многие артисты К этому Тоже идут Откликаются Потому что В конце концов Когда тебе уже Там Будем говорить Начинается Более-менее Вторая половина жизни Ты уже понимаешь Что Ну У тебя уже Отпадают Всякие иллюзии Относительно того Чем заниматься в жизни Относительно своего Предназначения Скажем И Если это Нравится Какому-то количеству Людей То это прекрасно Спасибо За это Я знаю Что многим Большому количеству людей Нравится Ваша творчество Но к сожалению У нас уже Так сказать Время поджимает И хочу Поблагодарить вас Пожелать всего Наилучшего И я думаю Что у вас И там еще получится С Британией И еще где-нибудь Потому что музыка Вы мастер Спасибо И ребята у вас И там Я думаю Что не подкачает Ну на этом Мы попрощаемся Друзья Спасибо У нас в гостях Был Айдос Саган Основатель Группы Уркер И теперь Послушаем На коду Я буду рядом Дождь моросил Мелькали огни Такси Чудо Что я Увидел тебя Среди Дождя Словно гроза Пришла Унесла Покой Я как будто Сам Не свой Эта судьба Играет она Людьми Будто чужой Стою И смотрю Тебе В глаза Капля дождя В ресницах Дрожит Твоих Как Застывшая Слеза Когда Меня Ты Вспомнишь Незначай Я Буду Рядом Я Буду Там Мне Ничего Ответ Не Обещай Скажи Мне Взглядом Взамен Словам Что Ты Мне Рад Я Буду Там Я Буду Там Где Ты Теперь О чем Ты Теперь Поешь Или Молчишь И смотришь На душ В своем Окне Мне Все Равно Когда Ты Его Пройдешь Это Долгий Путь Ко Мне Когда Меня Ты Вспомнишь Незначай Я Буду Рядом Я Буду Там Мне Ничего В ответ Не Обещай Скажи Мне Взглядом Взамен Словам Когда Меня Ты Вспомнишь Незначай Я Буду Рядом Я Буду Там Мне Ничего В ответ Не Обещай Скажи Мне Взглядом Взамен Словам Что Ты Мне Рада Что Ты Мне Рада Я Буду Там Я Буду Там Там Редактор 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 Корректор Редактор Корректор Редактор